Всем привет! Меня зовут Таша и вы на моём канале Вкусный Уголок. Сегодня испечём домашний и очень вкусный торт к чаю. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, для начала включаем духовку на 180 градусов и оставляем разогреваться. Затем берём стакан варенья. В принципе, подойдёт любое вот такое густоватое. Видите, как у меня. Сегодня у меня сливовое. Выкладываем его в ёмкость. Добавляем чайную ложку соды. И хорошо перемешиваем. Примерно секунд через 10 вы заметите, что сода начала действовать и масса у вас вот так вот запузырится. Теперь добавляем сюда стакан кефира. Любой жирности у меня сегодня 1%. Все стаканы у меня на 250 мл. Сюда же 120 г сахара. Пол чайной ложки соли. 2 яйца. И хорошенько перемешиваем. Далее мука. Её желательно просеять. Добавляем в несколько заходов и замешиваем тесто. Вот примерно вот такой густоты оно у вас должно получиться. У меня сюда ушло 450 г муки. Долго вымешивать ничего не нужно. Перемешали муку и этого вполне достаточно. Из наполнительной я сегодня хочу добавить 80 г чернослива. Я его вот так меленько порезала. И 80 г рубленых орехов. Ещё раз хорошо перемешиваем. Берём противень от духовки. У меня размером 43 на 33. Я его устелила тефлоновым ковриком. Также можно использовать обычную пергаментную бумагу. Выкладываем всё тесто и равномерно распределяем. Всё ставим в духовку и выпекаем примерно минут 20. У меня уже корж испёкся. Я его оставляю минут на 10, чтобы немного подостыл. После этого аккуратно поддеваю по краю. Накрываю решёткой от духовки. И переворачиваю. Снимаю коврик. Если у вас бумага, то бумагу. И теперь в таком виде оставляю полностью остыть. После остывания аккуратно обрезаем краешки. И потом их нужно будет измельчить и будем обсыпать бока. Теперь вот эту основу делим на 3 ровные части. Я уже себе сантиметром отмерила. И теперь смотрите. У меня получилось 3 коржа. Можно оставить в таком варианте. Но я хочу ещё каждый корж. Видите, он такой толстоватый. Разрезать пополам. Тогда получится 6 коржей. И торт будет более пропитанный. Вот так. Резать нужно аккуратно, чтобы коржи остались целые. Видите, какая серединка. И толщина примерно миллиметров 5. Готовим крем. Для него я взяла 600 грамм сметаны жирностью 25%. Если у вас будет 30, то крем будет ещё лучше и гуще. Она у меня очень хорошо охлаждённая. И также варёная сгущёнка. Она у меня тоже из холодильника. Вот такая она густая. Видите? Теперь сюда в сметану я буду добавлять по 1 столовой ложке. И хорошо взбивать. Всё, крем готов. Он получается в меру сладкий. Я добавила 3 столовые ложки с горкой сгущёнки. Всё, теперь собираем торт. На блюдо выкладываем коржи. И перемазываем их кремом. Вверх и бока тоже полностью обмазываем кремом. И теперь по желанию можно весь торт обсыпать крошкой. Или же только бока. Вот моя крошка. Серединку я украсила шоколадными дисками. Теперь торт ставим в холодильник. Для того, чтобы он пропитался примерно часов на 5-6. Ну а после холодильника уже можно пить чай. Вот посмотрите, торт получается вкусный, очень домашний. И идеально подойдёт для семейного чаепития. Порадуйте и вы своих родных. Ну и конечно, если понравился, ставьте лайк. И подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе.